Дорогие друзья, тот подписчик попросил проанализировать акции нефтяных компаний Башнефть, Татнефть и компании Система. И, соответственно, разобраться, когда лучше их покупать, с учетом того, что может быть кризис, все будет валиться и так далее. Вот смотрите, давайте начнем с Татнефти. Я эту компанию ранее разбирал, вот это вот обычные акции. Вот у этой компании на графике, на месячном, сильные уровни, то есть от которой она будет отталкиваться или какое-то время торговаться, вот я их разметил на графике. То есть есть определенная схема, как можно понять, то есть там либо объемы большие проходили, либо там сделки были определенные, которые указывают на то, что вот к этим уровням бумага в случае движения вниз будет возвращаться. Но смотрите, здесь ситуация следующая. По сути, Татнефть и Башнефть – это производные, это прокси на нефть. То есть вот цена на нефть куда движется, соответственно, и цена на акции компании будет двигаться в таком же направлении, приблизительно в такой же пропорции, скорее всего. Соответственно, если прогнозируют, что нефть в следующем году или в этом году упадет до 30 долларов за баррель, я думаю, это перебор, но до 40 она вполне может упасть. То есть вот от этих значений отнимаем текущих 30%, то есть получается где-то 500-470. Вот куда-то сюда, в случае обвала нефти, там 450, она, скорее всего, сходит. И, соответственно, вот где-то в районе этого уровня и надо покупать, скорее всего. То есть она может вот и до этих уровней, и до каких-то, дайте, может и ниже пойти. Вот ключевые уровни я разрисовал, вы можете их иметь в виду и использовать, если вы планируете в кризис набирать портфель. Так, это у нас Татнефть обычная. Но смотрите, вот что касается дивидендов, вот дивиденды, история дивидендов 2014 года. По обычным акциям это у нас, соответственно, где-то от 3% до 12% в последний раз. И по префам от 5,5% до 13% тоже. Смотрите, эти дивиденды, они зависят от цен на нефть. Соответственно, если цена на нефть проседает, соответственно, дивиденды они тоже будут меньше платить. И может быть даже не пропорционально, а значительно меньше там при спрежении руководства. Так, это у нас Татнефть обычная акция. Следующая Татнефть привилегированная акция. Ну вот здесь я тоже разметил сильные уровни, которые в случае снижения акции будут ударяться. Ну может быть отскакивать, может быть торговаться. И соответственно, при падении цены на нефть до 40 долларов за баррель, скорее всего, вот она где-то в этом районе остановится. Там 400-460. Потому что если бумага уйдет вот сюда, вот в этот уровень, который до 2017 года, то это вообще трэш. Это там должен быть полнейший армагедец на рынке. Ну такой тоже может быть. Поэтому здесь сейчас мы отдельно поговорим, как в кризис лучше понять, что с большей вероятностью найти точку хода для бумаги. Так, это у нас Татнефть привилегированная. Следующая бумага, про которую спрашивали, Башнефть привилегированная. Здесь вот у нее сильные уровни. Это 1700, 1358, 1153 и 861. Ну вот смотрите, если опять же нефть идет там на 40 долларов от нынешних 60, то соответственно мы ее увидим где-то вот здесь вот в районе 1140, 1150. Вот здесь вот, в этом диапазоне она скорее всего будет. И соответственно здесь ее и имеет смысл подбирать для того, чтобы держать в портфеле для получения дивидендов. Так, по поводу дивидендов у нас Башнефть. Вот она, прифы. Ну вот 22% и за 2018 год 10%. Ну соответственно, если цена на нефть падает, скорее всего и размер дивидендов даже по прифам будут резать. И очень существенно. Так, вот следующая акция, про которую меня спрашивали, это система. Вот вы знаете, я вот не поклонник глубоко вот этой акции. Потому что по сути, если мы посмотрим, что это за акция, это просто управляющая компания, которой она содержит в себе различные активы. Там МТС, МТС-Банк, Медицинский холдинг, МЭТСи, Детский мир, Интурист. Ну то есть просто, понимаете, это получается, у нее нет вот какого-то своего бизнес-звена вот этого четкого, основного. То есть эта вот компания, она как лоскутное одеяло. Я вот считаю, что такие компании на долгий срок лучше с ними не связываться. Ну там есть масса рисков. Как вот мы убедились, вот здесь вот у нее было снижение, когда Башнефть забирали. Вот, и поэтому я считаю, что лучше такие компании, если у нее профессиональные управляющие, лучше с ними не связываться. Это очень рискованно. Так, ну я вот ранее про нее рассказывал, делал здесь разлиновку относительно сильных уровней у этой компании, до которых она могла бы дойти. Вот рыжие они здесь. Ну, соответственно, видите, пороха не хватило. То есть вот движение началось вот до возникновения этого момента турбулентности, который сейчас пошел на рынках. Бумага сюда не дошла. Может быть, когда-нибудь она сюда сходит. Может быть. Если там активы сохранятся, и они будут успешно расти и развиваться. В случае движения вниз, вот ключевые уровни поддержки у нее от 9,5 и 8,867. Так, по поводу дивидендов. Вот смотрите, ну эта компания, она очень мало дивидендов платит. Поэтому я вот не понимаю, зачем такую компанию, которая, ну она состоит из нескольких бизнесов, ну абсолютно разных, в портфель набирать. Дивиденды платит мало, риски характерные имеет. А если вы хотите такой бумагой спекулировать, но полно идей, которые можно реализовать прекрасно внутри дня на рынке, не торгуя такими компаниями. Я, конечно, ничего не говорю. Может быть, компания очень хорошая, грамотно выстроим бизнес. Она супер-пупер. Но я вот к таким историям отношусь с некоторым предубеждением. И, соответственно, до вас доношу свою позицию по этому вопросу. Также я ранее доносил свою позицию до вас по Вросе. Но многие не поверили и все равно продолжали ее покупать и активно держать. Давайте теперь вот о наиболее важной теме поговорим. Вот смотрите, как определить, что бумагу надо покупать. Вот этот кризис, ну каждый кризис, он не повторяется. Каждый кризис уникален по-своему. То есть в кризисах в них всегда возникает какой-то запал, который все накопившиеся противоречия в системе обостряет. И начинается движение вразнос, обвал, там различные нестыковки и так далее. Чем вот этот кризис надвигающийся примечательен? Тем, что огромная избыточная денежная масса. Как вариант, при наступлении от текущего кризиса, может быть, вполне, я допускаю, что и сильных просадок не будет. Это будет связано не с тем, что там кризис слабенький, кризис будет, будет здоров. А с тем, что просто огромное количество денежной массы, имитированной разными странами, оно просто может физически не дать упасть. Потому что, ну, где-то деньги надо держать. Но это, как бы, это вот, скажем так, один из вариантов. Может быть, это моя фантазия, может быть, все там упадет практически до нуля. Но я вполне допускаю, что вот этот кризис, то есть каждый кризис, он чем-то необычен, в нем есть своя изюминка. И вот в этом кризисе в нем будет изюминка такая, что, возможно, не будет сильного падения. То есть кризис будет, а обвала не будет. Давайте мы вот рассмотрим вариант классического кризиса, когда все сыпется. Вот когда надо покупать акции в долгосрок, когда идет кризис. Вот смотрите, вот идут вот котировки, они вот развиваются. Потом начинаются кризисные явления. Вот все падает, падает, падает. Потом бах, доходит до определенной точки, и дальше потом идет вверх. Вот надо покупать, надо покупать всегда, когда вы входите в сделку, практически всегда. Тогда, когда возникает вот такая V-образная формация. Видите, вот эта вот V-образная формация, она свидетельствует о том, что движение завершилось. То есть движение должно дойти до какого-то минимума. Вот здесь все будут бегать в панике и кричать, что вот там ужас, 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 все пропало. Армагедец наступил и так далее. Все будут отворачиваться от мониторов, не знать, что делать, будут в полнейшем отчаянии. По новостям, по косвенным причинам, вы поймете, что ситуация, она вот именно здесь находится. И соответственно, когда вот это дно будет достигнуто, как в феврале 2009 года, когда все от мониторов отворачивались и убегали, и было дно по ценам на акциях. И пойдет небольшой отскок. Вот здесь вот где-то, вот в этом месте, когда пойдет отскок от этой безнадеги, в новостях там, в настроениях людей надо покупать. То есть, с одной стороны, эмоциональный фон в обществе улучшился, точка минимума пройдена, с другой стороны, достигнуто какое-то значение. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...